Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы сегодня читаем с вами 11 главу книги ветхозаветной «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Она возвещает опыт отца в общении с людьми, опыт, который он передает сыну и просит воспринять его для того, чтобы не посрамиться ему в жизненном пути его. «Премудрость смиренного вознесет главу его, и посреди вельмож посадит его». Интересно, что посреди вельмож, среди тех, кто могут быть особенно привлекательны для людей еще не знатных, но тем не менее гордых, сядет вовсе не тот гордый, который стремится к вельможам, а тот, кому свойственно смирение, тот, кто умеет свой эгоизм, свою самость смирять, удерживать, для которого большим благом, чем его собственные, являются блага ближних его. Таковы признаки смиренного. «Не похвали человека во красоте его, и не буди, ти мерзок человек, видением своим». Перейдем к более привычному для нас русскому языку. «Не хвали человека за красоту его, и не имей отвращения к человеку за наружность его». Это для нашего времени кажется недоразумением. Очень многие сейчас определения Федора Михайловича Достоевского о красоте, которая спасет мир, придают значение благословения различных демонстраций внешней соблазнительности, мужской или женской, но Премудрый иначе расставляет акценты. Если нечто внешнее и дано человеку, то, как цвет на траве, всякая слава человеческая опадает в связи с тем текущим непрестанно временем, в котором каждый человек с его красотой находится. И является это даром Божьим, а не человеческой заслугой, когда человек берется, вопреки воле Божьей, кромсать собственную внешность, стремясь к какому-нибудь идеалу для него, напечатленному массовой культурой, то, как правило, приводит это к сугубому уродству. Так вот, Премудрый научает сына своего и нас с вами не особенно изумляться и не воздавать великих почестей никому за только что внешнюю красоту, равно как и отвращение к человеку за наружность его не столь яркую, удачную, не столь привлекательную, не должно питать. Мала пчела между летающим, разъясняет свою мысль Премудрый учитель, но плод ее лучший из сластей. Весьма незначительное это насекомое, которое жужжит, и рассмотреть там нечего. Но, тем не менее, плод ее трудов угоден и царям, и людям незначительным. Не хвались пышностью одежд и не превозносись в день славы, ибо дивны дела Господни и сокровенные дела Его между людьми. День славы, так называют, быть может, даже и многолетний достаток и изобилие успеха в жизни человека. Все меняется. Не успевает человек насытиться своим тщеславием, не успевает человек насытиться своим величием, и вот оно уже ему на смену. Идет и унижение, идет и отчуждение от всех благ, идет тление, и очень важно не то, насколько благоустроен человек в этот краткий временный период, но то, что является его внутренним содержанием. И сокровенными делами Божьими называет писатель эту перемену, сия измена десницы Вышнего. Некто, бывший в уничижении, Богом возносится и поставляется во славе. Некие, пользующиеся славой и благополучием, и временной красотой, низвергаются, и помнить об этом — это великое благо для человека. Многие из властелинов сидели на земле, лишенные своих тронов. Тот же, о ком не думали, носил венец. Многие из сильных подверглись крайнему бесчестию, и славные преданы были в руки других. Прежде, нежели исследуешь, не порицай. Узнай прежде, и тогда упрекай. Мы видим пример и из Нового Завета, и Господь, и Иоанн Предтеча обращались с обличениями к ближним, к тем, кто нуждался в этих обличениях, как в лекарстве. Но Господь был сердцеведец, Он знал, что в человеке. Иоанн Предтеча предвидел, когда давал наставление и воинам, и простонародью, и властелинам. И мы призваны не вовсе лишиться рассуждения добра и зла, но прежде исследовать. А исследование — дело серьезное. Это неповерхностное впечатление, как некоторые считают для себя достаточным для осуждения самой Церкви, священнослужителей, некую поверхностную и лживую часто, а иногда и пристрастную по собственному нерасположению авторов информацию. И вот уже сами возгораются некоторым негодованием и осуждением и в отношении ближних, и в отношении дальних. Узнай прежде, тогда упрекай. Надлежит действительно посвятить время серьезному исследованию, иначе оказываешься ты сам клеветником. Прежде нежели выслушаешь, не отвечай, и среди речи не перебивай. Хорошо священнику в формате нашего портала высказываться в форме монолога и выстраивать мысль так, как самому удобно. Но не так удобно обстоят дела среди людей. Там, как бы ты ни был исполнен правых речей, надлежит тебе быть не только глашатым, но и слушателем. И только это дает результат твоему доброму слову. Ибо многим людям, которым еще нельзя помочь словом, которое они слышат, уже можно помочь, выслушав их. И они, видев тебе благодарного слушателя, уже приготовятся отозваться и на то доброе слово, которое ты им для них произнесешь. Не спорь о деле для тебя ненужном и не сиди на суде грешников. К сожалению, человеческая природа, склонная к совопросничеству, к пререканиям, к утверждению своего самолюбия и главенству над ближними, любит пререкаться с ближними о вопросах малозначительности, иногда вовсе от тебя далеких. Это признак суетного ума, это признак души пустой. Не опустошай ее еще более, участвуя в тех пустых спорах, которые тебе, может быть, навязывают не без участия врага, чтобы развязать твой язык, чтобы повернуть тебя в хаос твоих собственных страстей. И не сиди на суде грешников. У нас не так уж часто, может быть, и приглашают непосредственно в суд, где к тому же еще есть и лукавый замысел оправдать виноватого и наказать невинного. Но, тем не менее, люди, которые сами еще далеки от духа покаяния, оберутся судить других, то и дело встречаются в нашем окружении, среди нас. И Господь учит через мудрого наставника стремиться вовсе не участвовать. В этом злословии Господь впоследствии скажет, что всякий осуждающий брата своего будет осужден. «Сын мой» — особое внимание привлекает к своим речам премудрый наставник. «Не берись за множество дел, при множестве дел не останешься без вины». Эти слова не находятся в противоречии с иными благословенными мудростями Ветхого Завета. «И утром делай дела твои, и вечером не давай покоя рукам твоим, и бы не знаешь, какой из них даст тебе больше пользы». Но множество дел — это некоторое расточение мыслей, это охватание за все подряд без разбора, это некоторое стремление во всем поучаствовать, некоторое стремление не столько довершить до благодатного завершения начатое дело, ради чего и утром, и ночью, и вечером, и в течение дня прилагать усилия. Действительно, без подобных усилий ничего благого не достигается. Но как раз суетная неразборчивость в делах и важных, и неважных, среди которых порядок навести, никак не может человек духовно расслабленный. А за это не похвала будет, а вина, за которую придется и расплачиваться. И если будешь гнаться за ними, за этим множеством пестрых дел, большинство из которых, может быть, совсем не нужны ни тебе, ни ближним, не достигнешь и, бегая, не уйдешь. То есть, эта суета будет тобой овладевать. Ты попытаешься ее стряхнуть с себя, но она будет жить в твоей душе, что значит, и бегая не уйдешь. Это значит, она проникнет в самое сердце твое, и там не будет ничего основательного. Иной трудится, напрягает силы, поспешает и тем более отстает. Иной вял, нуждается в помощи, «Слабосилен и изобилует нищетою, но очи Господа презрели на него во благо ему, и он восставил его из унижения его, и вознес голову его, и многие изумлялись, смотря на него». Чудное слово здесь «изобилует нищетою». Это, очевидно, не просто некоторая скудость во внешней жизни, а сознание своей беспомощности. Это признак страха Божьего, сознание невозможности без помощи Божьей что-либо благое создать, чего-либо доброго достигнуть. И это состояние духовной нищеты является призывающим к человеку не только всестороннюю помощь в земных делах, но и устрояющего ему вечное спасение в Царстве Небесном, блаженном нищий духом, як у тех есть Царствие Небесное. «Доброе и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство от Господа». Некоторые превратно думают, что только доброе, только жизненно изобилующее, только богатство – это и есть Божьи дары. И вовсе не хотят их же увидеть в скорбях земных, которые не меньше, а даже больше нужны нашей душе, для которой путь спасения – это путь смирения. И помнить о том, о чем говорит премудрый Иов, многострадальный, «Доброе принимали мы от руки Господа своего, злое ли не примем от него? Господь дал, Господь взял, буди имя Господне благословенно отныне и до века». Вот подлинно любомудрие. «Даяние Господа предоставлено благочестивым, и благоволение его будет благопоспешно для них вовек. Иной делается богатым от осмотрительности и бережливости своей, и это часть награды его. Когда он скажет, «Я нашел покой, и теперь наслаждаюсь моими благами». И не знает он, сколько пройдет времени до того, когда он оставит их другим и умрет. Действительно, за деятельность многих лет Господь дает вознаграждение. Но если кто, собирая богатство свое, не в Бога богател, то по свидетельству Евангелия в тот день, в то ночь, в то мгновение, когда души его заберут, у него все, что он накопил, все, что он получил в качестве некоторого воздаяния за свои труды, чье будет? Господь воодушевляет нас видеть вечную перспективу. Сверхзадача нашей жизни — это небесное и вечное пребывание с Господом, это бессмертие нашей души, призванной приобщиться к божественному естеству, потому безмерно посвящающий жизнь свою, только трудам земным, хоть и получит за них некое воздаяние в этой земной юдоле, но оно поистине жалко и безрассудно лишаться небесного ради безраздельного служения земному и очень скоро уходящему. «Твердо стой в завете Твоем и пребывай в нем и состарься в деле Твоем». Какой наш завет? Завет с Богом, заключенный в Израиле, заключенный еще и в раю, прежде изгнания Адама из рая, о том, что семя жены сотрет главу змия и завет новый, который уже является следствием искупительного страдания, жертвы Господа нашего Иисуса Христа, есть завет человека с Богом, завет Бога с человеком. Бог идет навстречу нам, чтобы избавить нас от власти, греха и смерти. И пребывание в верности этому завету есть главный для человека благо. «Не удивляйся делам грешника, веруй Господу и пребывай в труде Твоем». Напомним, что главный труд, которому побуждает сына своего, просвещенный наставник, это прежде всего стяжание премудрости в сердце своем, начало которой страх Господень. «Ибо легко в очах Господа скоро и внезапно обогатить бедного». Нет для Бога ничего трудного. А кто такой бедный? Бедный — это не тот, у кого денег мало. А бедный — это всякий человек, который путем жизни своей приходит к неизбежной смерти. Вот подлинное обнищание, вот скорбь и потеря всего, вот беднейшая бедность, бедней которой нет ничего, когда не только у тебя твоего нет, но и самое твое, что ты считал своим, говоря, все свое ношу с собою, имея в виду свое собственное естество, и оно от тебя отбирается. Вот здесь-то как раз и приходит время обогатить этого бедного уже не каким-то временным земным богатством, но подлинным сокровищем небесного вечного жительства. Благословение Господа — награда благочестивого, и в скором времени процветает он благословением его. Не говори, что мне еще нужно, и какие отныне могу иметь еще благо. Не говори, довольны у меня, и какое отныне могу я потерпеть зло. В одни счастья бывает забвение о несчастье, и в одни несчастья не вспомнится о счастье. Легко для Господа в день смерти воздать человеку по делам его. Итак, можно вспомнить стихи нашего замечательного поэта Бориса Пастернака. Но поражение от победы ты сам не должен отличать, но должен ни единой долей, йодой не отрекаться от лица, от собственного лица. То есть быть верным своему призванию, но быть живым, живым и только, живым и только до конца. Живым своим упованием на Господа. Минутные страдания производят забвение у тех, и при кончине человека открываются дела его. Действительно, как бы не было и перед очами других, и по сознанию самого человека благополучное его земное жительство, нет ему никакой цены пред очами грядущего исхода. «Потому помни последние твои вовеки не согрешишь». Мудрость, явленная человечеству еще в Ветхом Завете, истину сохраняет всегда свою актуальность. «Прежде смерти не называй никого блаженным». Еще добавляют опытные. «И ни в ком не отчаивайся». Также прежде кончины, поскольку обнаружение советов сердечных бывает не только после смерти, там, где Господь грядет, судить всякому человеку, но еще и прежде нее, или тогда, когда она уже непосредственно перед человеком. Человек познается в детях своих. Таким образом, даже жизнь человека, завершившаяся, еще не есть подведение итогов жизни его. Но в детях его он либо прославится, либо посрамится. Велика ответственность за воспитание детей своих, из которых надо вырастить достойную свою будущую славу. Как луна отражает свет солнечный, так и в детях отразится достоинство родителей своего, положившего жизнь на воспитание их в вере и благочестии. «Не всякого человека вводи в дом твой, ибо много козней у коварного». Это мы уже знаем из опыта, что монастырская семья также очень тяжко страдает тогда, когда проползают в нее с лукавыми умыслами те, чье сердце нечисто пред Богом и которые вовсе не для очищения его вступают в ряды братьев. Уж тем более, это остро чувствуется в составе семьи, в составе дома одного. И Господь повелевает с большим рассуждением, которым мы пока не отличаемся, судя по многим событиям из предшествующего опыта возрождения обители, с большой осторожностью принимать кого бы то ни было в число насельников, в число тех, кому открыты двери твоего дома. Речь идет не о посетителях, не о гостях, а о тех, кто остается в этом доме, поскольку много козней у коварного. Как охотничья птица в западне, таково сердце надменного, он как лазутчик подсматривает падение. Как определить, кто этот тайный враг, надменный, в ком его самость, в ком его гордыня является некоторым доминирующим в его душе расположением. «Превращая добро во зло, он строит козни и на людей избранных кладет пятно». Это пятно, конечно же, имеет происхождение из преисподней. Ложь, клевета, всякого рода унижения — это дело надменного, дело гордого, дело того, чье сердце не желает смириться пред Господом. Его дело, а точнее сказать, дело врага рода человеческого, это послужить уничижению и тех, кого люди называют избранными. От искры огня умножаются угли, и человек грешный строит козни на кровь. То есть, нет для него ничего, что могло бы остановить его коварство. Самое кровопролитие и человекоубийство оно имеется как естественное продолжение того лукавства, с которым входит в сообщество человеческие гордый и надменный. «Остерегайся, злодея, ибо он строит зло, чтобы он когда-нибудь не положил на тебе пятна навек». Страшные слова, что Бог попускает злодействующим, этим самым подобным самому падшему Денице своей гордостью пятнать людей, проявивших к нему и милость, и заботу, пятнать их не просто временными, какими укоризнами, но навек говорится о том, что доброе устроение может быть повреждено теми искушениями, которые приходят через лукавых людей. потому ради сохранения собственной жизни, ради сохранения мира души своей, ради своего доброго имени и перед людьми надлежит быть крайне осторожными в приближении к себе, в допуске в дом свой, кого бы то ни было из людей. «Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для твоих». Оставьте чужих чужим. Это чужестранность, это опасность прежде всего для нас должна проявляться в отношении к нашему Спасителю и Создателю. «Не приветствуйте», говорит апостол, «не праздно, а тоже из великого и благодатного опыта, никого, кто, приходя к вам, не приносит учения о Богочеловечестве Иисуса Христа. Кто сам не желает смириться пред Господом, тот послужит к разорению и твоих собственных, твоего собственного дома и твоих домочадцев, так что, будучи чужим, но впущенный в число ближайших людей, он тебя сделает чужим для твоих же». Страшное и очень важное предупреждение.